Вода камень точит, а экологичные привычки дают свой результат со временем. Сперва забота об окружающей среде может показаться невыполнимой задачей, но со временем вы почувствуете ощутимые бонусы. Один из них – экономия бюджета. Мягкий пластик. Очень сложно перерабатывается и самый коварный. Тканевая многоразовая сумка заменяет 181 пакет в год. Именно столько россияне их используют. Экономия составит около 500-600 рублей в год, а в масштабах нескольких лет сумма наберется приличная. Воду пить полезно, однако пластик – главный враг планеты. Опять все дело в разумной упаковке. Используйте многоразовую бутылку для воды. Если вы ежедневно покупаете бутылку воды за 50 рублей, то в год вы потратите примерно 18 тысяч. Покупка даже не самой дешевой бутылки для воды поможет сэкономить около 17 тысяч рублей в год. Ну а наливать воду можно из фильтра дома или из кулера в офисе. Экологичные альтернативы для стирки, уборки и мытья посуды расходуются так же, как и неэкологичные, но заменить их можно на средства собственного производства. Например, гель для мытья посуды замените на пищевую соду. А с жиром хорошо справится горчичный порошок. Для уборки кухонных поверхностей и плиты можно использовать мыльный раствор. Хозяйственное мыло отлично заменяет средства для чистки сантехники и фасадов. Для чистки окон или зеркал пригодится раствор уксуса. Размешайте его с водой в пропорции один к одному. Подключите бытовую технику, телевизор, компьютер, освещение к одному удлинителю и выключайте его полностью, когда техника не используется. Выключайте кран с водой, когда она вам не нужна. Даже пара минут – это уже много для нашего с вами будущего. Загружайте стиральную машину полностью. Не ставьте ее ради одной футболки, а иногда стирайте руками. Так многие вещи останутся в хорошем состоянии значительно дольше. А вот посудомоечная машина тратит на одну порцию грязных тарелок в 10 раз меньше воды, чем при мытье руками. Практика показывает, при соблюдении правил экономии воды и электроэнергии выгода составляет до 20%. А при постоянном росте цен на коммунальные платежи довольно ощутимо. Тратить деньги на вещи сегодня не актуально. Накопление предметов, одежды и быта не делает нас счастливыми. Наиболее ценными инвестициями считаются впечатления от путешествий и образования. На них потрачу сэкономленные на эко привычках деньги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...